Начинаем. Так, друзья, вы же знаете, я всегда начинаю с самых интересных вещей. Это то, чего не может быть никогда. Ох, вот он, что меня удивляет, а? А, Макара уже не удивляет. Нет, удивляет, нет, не удивляет. Вот. Что вы хотите? Это Макара. Вот. Это пройдет время. Вот. У него всякие эпитеты только могут быть. Подающийся, удивительный. Вот. В Климу все прирастет. Великий и так далее. Это все впереди. А пока что-то мне в голову пришло. А кто же в науке занимается грецкими орехами? Да еще в средней полосе. Ведь Макарова-то обнеска, это в Подмосковье, я ничего не путаю. Вот они, грецкие орехи. Вот этот кутивил. Вот, пожалуйста. Ладно, это присказка. Теперь пойдем работать. Значит, вопрос был такой. Помните, он был, этот вопрос даже где-то такой. Ну, вырастил, вырастил персики из косточек, вырастил абрикосы, сливы. А что дальше? Укрывать, не укрывать? И та же средняя полоса. Ну, если бы Макара укрывал, я бы к нему так серьезно бы не относился бы, конечно. Ну, он-то не укрывает. Вот. А давайте посмотрим, как ответить человеку. Ну, и так. Давайте начнем с самой капризной вещи. Персики на субтропике. Вариант один. Это, значит, Иоанн Александрович ухаживает за персиками в теплице. Вот. Значит, теплица, как видите, прекрасно дает результаты. Ну, плоды я вам уже показывал. Я каждый раз стараюсь подобрать новые фотографии. Вы, значит, смотрите на персика, а не на девушку. На персик. Понятно? Так, пойдем дальше. Вот. Ну, на этого мужика смотреть можете сколько хотите, барабататого. Вариант, опять же, персика, полное укрытие. Сверху он потом еще, кажется, акрилом укрывает. Но, в всяком случае, главное здесь что? Видите, пещерку. Персик там дышит, дышит, дышит. Еще вариант. У него, получается, персик понизу пущен. Ветки. И вот она, вертикальная, которую невозможно укрыть. А он и не укрывал. Нижние ветки дали прекрасный урожай. Верхние ветки дали урожай пожиже. Тоже дали. А в другой год, когда были градусы, зима. Это была теплая зима. Там до минус 30-32. А будет до 40. Ну, то, что понизу, то он все равно не замерзнет. Согласны? Вот этот вариант. Вот. Из архива его же вариант. Я его назвал Чун Термос. Вот. Вот это вот фотография. Мне таких много, но не особо. Дело в том, что... О том, что надо нагребать снег на штамп, вы уже знаете. Это совет распространенный. Ну, такой холм делать этот. Закидать снегом. Вот. Я считаю, что это неправильно. Природа подсказывает, что дерево... Даже если она не излучает внутреннее тепло, да? Например, вот эта груша. Допустим, не излучает. Но груша очень капризная на выплевание. А природа подсказывает. Нагревается штамп. И вокруг вытаивает снег. Получается лунка. И рядом воткнут в пол. И озер, он тоже нагрелся от солнечной кучи. И тоже этот самый. Вы теперь поняли, почему я в том числе противник этих побелок и прочего? Как он тогда будет нагреваться? Поняли? Значит, я противник. Мало того, здесь явно чувствуется желание сберечь корневую шейку. Вот с помощью этого. Значит, снег ложится таким образом, что является нам подсказкой. Смотрим дальше. Это стеклоткань, это персик. Когда-то мне надо было делать фотографии для статьи. Сам-то не укрывал. Вот это единственное, что я те годы укрыл. Обмотал. Ну, а потом бодро доложил. Спасение от мыши. Раз. Дополнительное утепление. Да, всё ж теплее. Два. И защита от солнечных ожоров вместо побелки три. Как видите, для персика это нормально, я считаю. Ещё одна фотография, когда можно достаточно взрослый персик. Можно сделать его компактным. И обмотать, чем хотите. Чем в голову придёт. Вот. Это единственный случай в моей жизни, когда я сказал, Серёга, обматывай. Вот. И делаем фотографию. И сравним. Тут рядом левее. Я показывал другие фотографии. Рядом левее такой же персик, но нет. Ничем не укрытый. Вот. И на всякий случай подсказываю. У меня не самый холодный крем, хоть и в Сибири. А где-то ещё холодный. Этот вариант тоже можно теперь рассмотреть. Отвечаю на вопрос. Ещё одна. Видите. Это, в общем-то, тут немножко не по порядку. Вначале он делал так, наш друг Чернобаев. А потом обматывал вот так. Вот так. Так. И вот этот вариант. Дальше. Отвечаю на вопрос. Вот это касается только... Ну, вообще с персиками всё. Я с фотографией персиками показывал на последних двух вебинарах. Такой же вопрос задали. Но я специально взял другие фотографии. Вот. Чтоб не повторяться. А вот это вот... Я это называю вертикальный прикоп. И только для яблок. Я боюсь прикапывать всё. Персики, груши. Они очень не любят влагу и выплевают моментально. Быстро очень. Груши, абрикосы выплевают. Вот. Я не стал. Я проверил только на яблонях. И тут, по крайней мере, с лёгкой душой. Яблони не выпьют никогда. А это вертикальный прикоп. Здесь всё растение не бывает. А приполярный округ кричат. Говорят, только сельси, мы тоже хотим иметь. Вот, пожалуйста, имейте. Добыли саженец. Вот так вот вы можете его укрыть. Но когда вы потом раскопаете весной, когда он натает эту кучу, всё равно окажется, что он посадил на холм. Вот. А то ещё может это копаться и до яблони. Но можно собаке эти яблони. Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!